Всем привет! Меня зовут Настя. На своем канале я снимаю видео о фотографии, а также о своей неидеальной жизни. И это история о том, как я посетила четыре страны за один месяц. Часть первая. Бангкок. Ну что, мы в Таиланде. Тут тепло. Я уже в шортах. Так радует мне пикет. Любимый, привет! Привет! Ребята! 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 Пришли примерять второй вариант подарка. Этот странный человек пришел в другой магазин, примерял эти же самые кроссовки того цвета. И сейчас они ему нравятся. Прошел час. Прошел час. Целочный час. Были найдены такие очки. Вот так я беру эту пакетку. Колумбир обновили логотип. Мне прикольно. Внимание! Большое скопление хеликобактера. Мандаринки, Абхазия. Лучше как будто Париж. Ох, а почему тогда в тех не так было? Может, мне цвет не понравился, точно. И ты из-за этого сказал, что тебе неудобно? Можно. С Новым годом! С СНГ. Уровень странности от 1 до 10. Ладно, от 1 до 5. Я из Москвы взяла с собой в Таиланд. Сушеная манга. Из России в Таиланд. Не, ну на самом деле я не специально взяла. Пока мы планировали свою жизнь в Таиле, у группы моего парня сформировался мини-тур из двух фестивалей по Азии. В Мьянме и в Малайзии. Поэтому долго в Бангкоке мы не задержались. Приехали в аэропорт, чисто на байке. Мальчик на регистрации спросил. Мадам, where are you from? Hello! Часть 2. Мьянма. Кажется, эту часть земли, где находится Мьянма, мы на уроках географии не затрагивали. Либо я бессовестно проспала это. В общем, Мьян – многоциональное государство Юго-Восточной Азии, которое ограничат с Индией, Бангладешем, Китаем, Лаосом и Таиландом. Крупнейший город страны – Янгон. Там и, собственно, был фестиваль. Перед поездкой я чаще всего готовлюсь к стране, в которую лечу, просматриваю местные достопримечательности, на которые не стоит тратить время, какие-то интересные места и в целом ознакомливаюсь как-то со страной. Мьянма не стала исключением. И вот если вы ведете в поисковике YouTube страну Мьянма, то увидите такие заголовки, как «нищета», «гражданская война», а также «красивая природа», «нетронутые пляжи». Посмотрев все это, я немножечко засомневалась, а стоит ли мне ехать в эту страну. И действительно, в 2021 году в стране произошел военный переворот, вызвавший массовые протесты, которые после их подавления переросли в гражданскую войну. После этих новостей мне было непонятно, как в стране, где идет гражданская война, проходит музыкальный фестиваль, и люди вообще спокойно живут и выходят на улицу. Также я посмотрела видео Варламова, в котором очень много нагнетающих мыслей, информации об этом месте. Он говорил о том, что технику описывают, что нельзя провозить ноутбуки, камеры, что в городах везде стоят полицейские, которых нельзя снимать, на которых даже нельзя наводить камеру. За это тебя могут посадить, оштрафовать, депортировать, что все очень жестко, что очень много колючек. Также он сказал, что в стране комендантский час, и после 8 часов вечера нет никого из людей на улице, что в целом патрулируют только военные в это время, и лучше никуда не выходить поздно вечером. Ребята выступали ночью, в час ночи, в 11 часов вечера. И появлялся вопрос, а как это возможно? Предвкушение об этой поездке было сомнительное. Меня еще смущал тот факт, что в Мьянме, в стране, где гражданская война, мы будем справлять Новый год. Пленив ребят с 31 на 1, соответственно, мы никак не успеем улететь в Таиланд или куда-то еще. Все-таки Новый год это праздник, который хочется провести как-то прикольно и в безопасности. Продолжение следует... Тут свежие длины. Бля, ты поперешь, да? И тут все слышно! По приезде в Юнгон мы ничего такого военного из того, что перечисляли в роликах, не заметили. Все было достаточно спокойно и безопасно на границе. Никто даже ни на секунду не задержал нас. Спокойно пропустили и пожелали приятного отдыха. Мне здесь очень жарко, я решила выйти в майке. И они все так на меня странновато смотрят, потому что у них никто не ходит в майках, у них все ходят в футболках. Либо в супер закрытых кофтах. И в джинсах вообще будет. То есть 29 людей в джинсах. Ну, в тайм тоже дофига людей, которые ходят в джинсах, в закрытой одежде полностью и вообще норм. Итак, что по ценообразованию? Короче, кофе тут стоит маленький размер 5800 кьят, а большой размер 8600 кьят. Одно евро это 2200 кьят. Меня немного напугали такие цены тем, что, блин, они привыкли платить за кофе 5800. Но когда я перевожу это на евро или на рубли, я понимаю, что это немного. Организаторы очень любезно возили нас по всем кафешкам, заведениям, классным местам. Рассказывали про свою культуру, обычаи и интересовались нашими. Мы приехали в храм и нас попросили снять обувь и оставить ее в машине. И сейчас мы идем просто по асфальту. О, асфальт и горячий там! У них, получается, белая плиточка сделана специально для того, чтобы не нагревалась. Вот если идешь по этой коричневой темной, то очень холодно, очень горячо. Тут все люди, вот абсолютно все, девушки особенно, смотрят на меня. Ты здесь Годзин. Очень-очень сильно заинтересованы. Мне даже немножко неприятно. Со мной сейчас подошла маленькая девочка, сфоткалась. А с ними ни разу никто не сфоткался. Скорее всего, они просто смотрят мой YouTube-канал. Да? Да. 203 подписчика я уже... Твой супер-белый YouTube-канал. Ты хорошая. Короче, с магазинами у них точно такая же ситуация, как в России. Нет у многих брендов. А если есть, то привозят из соседнего Таиланда. Вот еще за славу Дидасу. Дидасу на них получаются стоят тайские ценники. И просто продавец подходит с калькулятором и начинает считать. Как будто бы он на Арбате висит. Сегодня 31 декабря, 11 утра, почти 12. Я иду в басик. Потому что... Потому что есть такая возможность. Если честно, я не понимаю, как купать эти дети. Потому что я сейчас залезла в этот басик и провела там ровно 4 минуты. Может, даже меньше. Просто потому что мне очень холодно было. Лежу, пишу итоги года. Смотрю на пальму. Не пью джушь. Потому что надо за ним и тем не менее. А тут пришли свадьбы скидут. Такие у меня смешанные костюмчики. Все в целом. Пойду дальше писать итоги года. Продолжение следует... Так, но ощущение Нового года, конечно, максимально странное. Максимально. Мы сейчас все выступать будем. Let's go. Let's go, let's go. Everybody in the city. Сегодня 1 января. Блин, можно я вот так буду снимать? Мне, честно, лень. Если честно, было очень сложно следить за часовым поясами и за тем, кого нужно поздравить. Потому что у нас Новый год начался раньше всех. Пой прошел необычно, интересно. Янгонцы, бюрманцы. Как правильно? Ребята, в общем, не едят вообще практически. То есть последний раз мы поели где-то 18.30 вчера и поехали на фестиваль. Там была еда, но вся эта еда... Их традиционное рис с чем-то, с курицей, со свининой или нудл с яйцами. Но это все странное есть на Новый год. Как, а где оливье? А где салаты? А где курочка с картошкой? Ну, про селедку под шубу я вообще молчу. Это первый Новый год без оливье, без мандаринов. Вот такой получился первый опыт празднования Нового года не в России. С одной стороны прикольно, с другой стороны странно. Еще я вот сейчас смотрю в окно, и у людей 1 января, а они все просто куда-то спешат, куда-то едут. То есть у людей нет ощущения праздника. Нет такой традиции, как у нас, сидеть дома 1 января с близкими, доедать салат и смотреть телевизор. Это пальма просто. В общем, Января это типичная азиатская страна, которая сильно похожа на своих соседей. Относительно Таиланда, это не цивилизованная страна. Здесь нет такого обилия торговых центров, магазинов, развлечений. Даже в столице здесь достаточно пусто. Жизнь в Январе дешевле, чем в Таиланде. В Янгоне очень мало туристов, европейцев нет совсем. Я видела в основном местных жителей. Из плюсов, здесь действительно красивая природа, но все же это не Бали или Шри-Ланка. Я тебя сфоткать? Давай. О двух других странах расскажу в следующем влоге. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.